В 1492 году Христофор Колумб открыл Америку и добавил ее на карты. В 2022 году Артем и Миша открыли карты и добавили на них больше подробностей. В этой серии Як-2022 вы увидите, что получилось у Артема с Мишей, и узнаете, какое вам направо, если у вас три направо. Для меня у карт очень важная функция является связь людей с городом. Я не знаю, что я бы делал в городе без карт. Карт — это основа сердцевина очень большого числа сервисов. Города и инфраструктура городов меняются. Пользователи начинают решать больше задач. Что это там за пунктирчик, который идет здесь? Мы уходим от двухмерного пространства в сторону того, как эти элементы могут начать жить действительно в трехмерном пространстве. Мы тестируем HD-карты. На горизонте нескольких лет высокодетальные карты уже будут по всей России, как минимум и не только. В Яндексе я уже проработал 16 лет. Тогда, в 2006 году, карты были очень простые. По большому счету, была просто картинка. Мы на самом деле знаем, что многие пользователи до сих пор очень плохо читают карты. Что это там за пунктирчик, который идет здесь. Сейчас пользователи вынуждены адаптироваться к тому, что они переводят некоторую физическую реальность через систему условных обозначений. Поэтому и задача сейчас улучшить восприятие именно карты, считывание карты. Вот один из подходов — это повышение детальности карты. Давай я буду показывать то, к чему мы сейчас примерно уже пришли. Какие атрибуты сейчас мы принесли в новые детализированные карты? Это, во-первых, какое-то кодирование для домов, которое ты можешь видеть вроде бы и сейчас уже, но в будущем оно будет еще больше тебе помогать, потому что набор домиков, которые ты видишь разного цвета, оно реально примерно такого цвета. Но для того, чтобы сориентироваться, что ты стоишь рядом с голубеньким зданием, а тебе нужно идти розоватое, а не желтое, ну ты же быстрее сориентируешься, когда ты знаешь цвет. Вот у нас розовый дом, зеленый, белый и желтый. Это задача карты — освоить так сценарий навигации, чтобы карты тебя приводили к конечной цели нормально. Люди начинают решать в городе, в принципе, большое число задач. Если мы научились хорошо строить общие маршруты, там, из точки А в точку Б, то теперь у нас есть большая возможность научиться как бы в конце сценария тебе больше помогать, допустим, с той же последней милей. Последняя миля — это последний отрезок пути. В нем точка А — это большой транспортный узел, например, метро, а точка Б — ваш пункт назначения, например, поликлиника или магазин. То есть, когда ты уже непосредственно пришел ко входу в организацию, тебе нужно дальше найти свой путь до этой организации. И вот если это обычный подъезд, у тебя, наверное, вряд ли будут проблемы, хотя все подъезды похожи, даже здесь у нас в бизнес-центре. Вот я сегодня утром шел. Очень много входов, все выглядят абсолютно динамики, но мне нужны карты. Вот это последние милии, когда ты уже вроде бы как у здания, и тебе нужно дальше найти свою организацию, в которую ты идешь. Как наша статистика показывает, люди заходят и смотрят панораму для этого дела. Здесь мы можем как бы им нарисовать реальную картинку этого подъезда и этого дома, и ты можешь вообще стоя на улице сориентироваться. Одно дело, ты видишь на карте, что вот остановка, а как ты ее найдешь в реальном мире. То есть ты отводишь взгляд на реальность и пытаешься сопоставить то, что ты видишь с картой. И вот если карта, она по-прежнему остается системой, которую надо читать, считывать вот эти иконки, знаки сложные — это один процесс, он у тебя занимает одно количество времени, и не факт, что он оптимальный. Другое дело, когда ты видишь, вот мы тебе показываем, вот остановка, вот она здесь. Привет, остановка. Остановка теперь стала похожа на остановку, что тоже приятно и тоже помогает быстрее сориентироваться. Как же классно стало, когда ты понимаешь, что здесь дорога, а здесь здание, а здесь зелень, а здесь деревце растет. Когда ты смотришь на спутник и пытаешься найти, не знаю, ту же самую проблему решить, как дойти от какого-то места до какого-то места сквозь какой-нибудь маленький сад с деревьями в том числе. На спутнике тебе эти деревья мешают. И мы поняли, что классно их сделать, просто полупрозрачными. Есть ещё маршрут, который научился проходить под землёй так, что ты прям видишь, что он прошёл под землёй и понимаешь, что тебе нужно спуститься, допустим, по подземному переходу. В целом, как видишь, разметка на дороге тоже тебе помогает понять, где ты сейчас находишься, что ты перед собой видишь, и быстрее вообще распознать вокруг себя всю городскую ситуацию. Для нас большая задача, чтобы детализация на карте проходила все сценарии, и в том числе, допустим, мы можем взять сценарий автомобилиста, потому что в сценарии автомобилиста тоже очень много сейчас проблем. Москва сложный город очень, особенно Москва, наверное, потому что у нас очень сложная дорожная инфраструктура, в принципе, очень много моментов, где тебе вот три поворота направо, и вот пойди пойми, в какой из трёх поворотов направо тебе реально сейчас нужно поехать. Поверните направо. Ой, нет. Ещё чуть-чуть и направо. Ну вот, маршрут перестроен. Вроде как ты видишь, как бы навигатор тебе там и карты показывает, как бы маршрут. Ну, ты не успеваешь переключиться даже, да. То есть детализации как бы условной на карте недостаточно, наверное, чтобы быстро сориентироваться. Глобально у нас сегодня начался ролл-тест, и мы тестируем HD-карты детализированные, подробные, где можно увидеть пешеходные переходы, разметки вафельные, полосность, автобусные полосы, размеченные парковки, всё эти дела. Легендарный Ленинский проспект. Здесь есть не менее легендарный поворот. Вот в этом месте, на самом деле, у тебя там три поворота, и вот здесь есть разметка острова безопасности, да. И вот по ней я вот понимаю уже сейчас, что это два разных поворота, это не одна дорога. В старых картах у тебя дороги одинаковой ширины в этом месте были, и по сути, когда у тебя маршрутный граф накладывается, линия маршрута накладывается сверху, то ты, в общем-то, она такая толстая, и все дороги слепляются как бы в одну, что ты вообще не можешь отличить, в каком месте на самом деле поворот. То есть, допустим, мы научились показывать трёхмерные непосредственно развязки. Ну, то есть, когда мы видим разные слои, разные уровни, что одно шоссе идёт там выше, другое шоссе проходит ниже, но у нас появляется там больше визуальных ориентиров. Карты, становясь трёхмерными в этом смысле, помогают тебе воспринимать мир таким, какой он как бы есть у тебя за окном в автомобиле, да, реально. Такие статьи читал, где в Таганку приводили как пример одной из самых сложных развязок. Даже иностранные издания. Да. Если бы мы были бы сейчас, ехали бы по старой карте, то мы могли бы видеть, что туннель и съезд, они как бы одинаковой ширины, и я бы не успел, ну, как бы, увидеть это вовремя заранее. Я бы видел эти две дороги как абсолютно одинаковые или вообще как одну дорогу. И давай посмотрим, вот здесь поворот у нас пойдёт. Вот тут у нас три поворота налево одинаковых. Вот налево на разворот, ещё раз налево на разворот, а мне куда-то дальше налево ещё раз, вот здесь. И если бы они на самом деле сейчас были у нас в старой карте, то мы бы их нарисовали все эти три штуки одинаковой толщины. Ну, приятно. Давай посмотрим, как это работает. Да. Налево я проезжаю, потому что не мой. И вот от центра вафельной разметки я вижу, что мне нужно вот налево сюда. Классно. Стало меньше сходов с маршрутов за счёт того, что карта стала детальней и понятней. Тебе не нужно кружить вокруг, тебе не нужно объезжать. Самое интересное, что сейчас мы занимаемся поиском свойств карты. Мы уходим как бы от двухмерного пространства в сторону того, как эти элементы могут начать жить действительно в трёхмерном пространстве. И понимаем, сколько деталей в окружающем мире. Их просто бесконечное количество. И можно было пойти каким-то подходом типа фотограмметрии, например. Просто взять и отснять все города специальной фототехникой, там с лидарами, сделать 3D-реконструкцию. Вот у тебя будет прямо вот карта-картинка, прямо вот реальность, которая просто на геометрию трёхмерную как бы спроецирована. Но здесь проблема, что в таких картах довольно сложно ориентироваться на самом деле. Фотореалистичность тянет за собой очень большую нагрузку на людей в плане считывания, опять, расшифровки того, что происходит. И глаз просто устает. И вот появляется некоторый промежуточный этап, который радикально улучшает пользовательский опыт именно чтения карты как таковой и ещё не даёт ему огромное количество информации, с которым справиться. Большое количество деталей будет тебе мешать, как пешеходу и как водителю. Когда мы говорим про то, что тебе нужно быстро окинуть взглядом дисплей-навигатора и понять, в какой поворот тебе вот за эту микросекунду нужно сейчас там попасть, такая карта тебе вряд ли сильно поможет. Просто детали будут отвлекать тебя. И в пешеходном случае в сценарии то же самое. Ты стоишь на улице, тебе нужно сориентироваться, и у тебя в реальности и так много деталей. А здесь ещё карта, если тебя будет этим грузить. Соответственно, мы должны найти сбалансированный уровень детализации. Мы едем на скорости. Большие детали прямо сейчас нам не нужны. У нас есть три полосы, которые идут левее. Одна автобусная. Тут сориентироваться просто и понятно. Я даже вижу знак, знак «Уступи дорогу» здесь. И, кстати, вот он здесь. Это супер. Хотя, ремарочка, что знаки всё-таки надо смотреть глазами на дороге. Конечно, да. Посмотреть глазами. А ещё можно дойти ногами и обсудить голосом. Так говорят разработчики, которые меня придумали. А мы здесь едем сейчас на дублёр. Внезапно мы не посмотрели на разметку и увидели, что дальше она запрещает нам движение прямо. Начинается автобусная полоса. Но мы честные автомобилисты и не хотим нарушать и получать штрафы, поэтому мы съезжаем на дублёр. Всё-таки камеру нужно очень важно доделать, потому что она понимает, что я еду сейчас медленно. И понимает, что здесь сложное место. То есть есть как бы развилка маршрута. И можно было бы здесь призумить сильнее, чтобы показать, что там вообще-то разметка, которая запрещает тебе такое движение. Здесь можно было бы покрупнее карту сделать, чтобы понять, что вот она автобусная полоса сейчас начнётся, и тебе пора перестроиться. Что ж, есть над чем работать. На самом деле удивительно, но когда ты перемещаешься по городу, ты не видишь всего многообразия различных разметок, которые есть. Ты их воспринимаешь довольно интуитивно. Сплошные полосы, двойные, сплошные, одинарные, раздельные, раздельные с удлинением, разные виды парковок, боковые, диагональные, ограниченного использования для электроавтомобилей, стоп-линии, где нужно останавливаться. Ещё масса разных нюансов, которые мы отлично считываем в городе и понимаем, что это означает. И на самом деле здесь сложность оказалась в том, что предметная область здесь довольно большая, и у нас уже около сотни сущностей, которые нужно оцифровать и которые нужно разметить. Задача оцифровать, чтобы это было быстро, непротиворечиво, не наделать ещё по пути множество ошибок. Требуется новый уровень подходов к обработке информации. Ну, например, основным вообще сырьём для производства карты у нас являются спутниковые снимки. Но оказалось, их разрешения недостаточно. Поэтому приходится комбинировать разные источники. Это и съёмка панорамы, это и съёмка нашего проекта зеркал. Зеркала — это снимки улиц, которые пользователи делают на свои смартфоны или видеорегистраторы и присылают через приложение «Народная карта». И для того, чтобы эти источники совместить разного качества, разного времени, мы разрабатываем инструменты, и картографы уже используют эти инструменты для создания карт. Как только мы соберём этот набор атрибутов, проверим на тестовом районе, что нам всё нравится, сценарий великолепно выполняется, люди лучше ориентируются, лучше решают свой сценарий, и вообще, типа, все happy с этим, мы берём и отдаём это в умные машинки с ML-кой. Мы должны объяснить, что им нужно вытащить. У тебя совершенно разные дома. Есть с колоннами, есть без, есть разного цвета фасада, разного ритма по окнам. Есть бизнес-центр, у которого весь из стекла состоит. Как бы это всё разные свойства. И мы пытаемся найти, что в этих свойствах тебе как пешеходу нужно, а что не нужно. Например, может ли тебе помочь вывеска на фасаде сориентироваться? Или может ли тебе помочь колоннада на фасаде понять, что вот это здание вот именно зелёное, которое ты видишь сейчас перед тобой, а не соседнее, которое вот точно такое же, только без колонн. И вот эти свойства, сейчас нам проще всего их вытащить на прототипе руками и походить самим. И потом уже сказать нейросети, что вот смотри, тебе нужно вот эти здания вот так вот по типизации составлять из таких-то деталей конструктора. В картах всегда столбом стоит, ну не проблема, одна особенность. Стоимость добычи геоданных очень высокая. Прям очень дорого получать все данные, связанные с геостримом. Поэтому каждый раз, когда ты хочешь принести какое-то улучшение, какую-то фичу, которая связана с тем, чтобы где-то найти новые данные, валидировать их, быть ответственным за то, что ты пользователем показываешь эти данные, это очень дорого. И поэтому, ну как бы у тебя очень такие четкие весы. Если ты хочешь что-то новое привезти, ну как бы осознавай стоимость получения этой новой фичи в своем сервисе. Центральные улицы Москвы в пределах третьего транспортного кольца – это уже начало года. И дальше наши планы сделать всю Москву, сделать Санкт-Петербург. Сначала все крупные города, потом все дальше и дальше. Я думаю, что на горизонте нескольких лет высокодетальные карты уже будут по всей России, как минимум, и не только. Сейчас мы на самом деле наблюдаем за одним из этапов эволюции навигации. На скальной живописи мы двигались дальше и дальше, и появилось 3D. Так и в навигации вот эти примитивные линии, которые были чуть потолще, чуть потоньше. Мы сейчас видим один из промежуточных этапов приближения к более совершенной системе, когда мы, по сути, видим оцифрованный реальный мир. Это новое поколение уже карт, которые, на мой взгляд, через буквально несколько лет, через 5 лет, по сути, станут стандартом. И наши простые карты, к которым мы привыкли, уже будут восприниматься как милые карты из прошлого. Передаю слово генеративной текстовой модели «Балабоба». Она написала свои вопросы ребятам. Какая разметка на вкус? Не знаю, какой вкус разметки. Вафельная. Вафельная, точно. Умеет ли Миша водить машину в условиях стресса? Умею. Вот сейчас этим занимаюсь уже второй час. Веду машину в условиях с шести камер, сколько там на нас смотрит. Один сплошный стресс. С чем связана его боль? Моя боль связана с болью пользователей. Мне нужно проявлять эмпатию, когда пользователь страдает в сервисе от того, что не может решить какую-то задачу. Я придумал ответ. Моя боль – придумать лекарство. Интерфейсное лекарство на чужую боль, да. Видел ли Тёма лицо того, кто нарисовал HD-карты? Я эти лица вижу каждый день почти. Люблю эти лица. Отличные ребята. Не собирается ли он стать главным по тарелочкам? Только по летающим. Мы космос делаем. Ну да, кстати, карты космос.